В жанре оперативного совещания уже появляются свои законы, свои правила, и вот одним из правил является, если совсем не о чем говорить, то выпускайте на сцену Авзалова. От чего-то все еще гуляющий на свободе подсудимый министр Авзалов в этот раз сделал чрезвычайно бодрый доклад о том, как процветает под его чутким руководством школьный туризм в республике Башкортостан. Доклад Рустема Ахамедкаримович делал почему-то на скверном башкирском языке. Зачем он избрал эту форму, я так и не понял. То есть функционально в этом необходимости никакой не было, но тараторил Авзалов по-башкирски. Говорил он исключительно о том, что тысячи и тысячи счастливых ребятишек Башкортостана увидели наконец-то Павловскую ГЭС, развалины Воскресенского завода и памятник генералу Шаймуратову. Авзалов тщательно умалчивал о суммах субсидий и дотации и вообще финансирования, которые он освоил из бюджета на Ниве школьного туризма. Также он детально не сообщил, какова роль была 21 туроператора, который вместе с ним осваивал эти немалые бюджеты. Но тем не менее Авзалов заявил, что все бюджеты освоены, все прекрасно и почти 50 тысяч счастливых школьников съездили на экскурсии в этом году. Яркой иллюстрацией уровня и качества школьного туризма буквально в это же мгновение, когда Авзалов произносил свой доклад, стала авария школьного автобуса в Уфимском районе. В этом году 26 детей ехали именно на ту самую экскурсию по программе школьного туризма и лоб в лоб автобус встретился с КамАЗом. Вот такой уровень безопасности обеспечивается во время вот этих школьных экскурсий. Дети ехали на карамельную фабрику. И вот когда это случилось, естественно, все это стало обсуждаться и в сетях, и пишут родители, и мне в том числе. Так вот, выяснились интересные подробности. Что такое карамельная фабрика, на которую свозили несколько десятков тысяч детей из Башкортостана? Это обычный коттедж, сдаваемый в аренду или под аренду. И в этом коттедже установлено нехитрое оборудование для домашнего приготовления карамели, куда свозят детишек показать, как это делается. Вот, собственно, вся карамельная фабрика. 1600 рублей с человека стоит такая экскурсия. Ну, по крайней мере, так мне рассказали родители детей, которые уже съездили на эту экскурсию. Согласитесь, замечательный бизнес. Да ведь? Ставишь две кастрюли на газ, насыпаешь туда немножко сахарку, подливаешь водички, красителя, и вот вам карамель разных цветов, и детишки за 1600 рублей с головы приезжают посмотреть на это чудо на кухне. Вот примерно такой туризм и вот примерно такой уровень безопасности этого туризма обеспечивает господин Авзалов и очень этим гордится. Напомню, это мероприятие еще и датируется государством, то есть там есть чем, как говорится, поживиться. В общем, интересная вещь. Но в последнее время любое появление Рустема Ахмедкаремовича Авзалова на экране вызывает только один вопрос. Почему он до сих пор не сидит? Ну вот следствие, вернее суд уже, который идет над Авзаловым и Жульковым в далеком Сибае, никак не освещаются башкирскими СМИ. У нас нет никаких новостей о том, как же там идут дела, и не ровен час. Оба этих чудо-богатыря башкирской бюрократии окажутся совершенными невиновниками. Напомню, им вменяется довольно тяжелая статья Уголовного кодекса. В общем, поживем, увидим. Но, видимо, у Радио Фаритовича был тот же самый вопрос, но он, естественно, его не задал вслух, а других вопросов у него к Авзалову не возникло. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова